Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания к Коринфянам, четвертая глава. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и демостроителей тайн Божих. То есть апостол Павел говорит о том, каков у Коринфян должен быть взгляд на тех проповедников, которые к ним уже приходили и которые к ним наверняка еще придут. Они лишь служители Христовых, а не занимают какого-то первенствующего положения. То есть они являются рабами Божьими и в то же время распорядителями тайн Божих. То есть того откровения, которое они получили, того учения, которое они хотят преподать тем, кому они обращаются. И, конечно, это возлагает на них определенные требования, ответственность, о которой дальше говорит апостол Павел. От демостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Да, ну то есть как бы действительно мы понимаем, что любой управляющий, он должен сохранять верность своему господину, о чем даже есть соответствующие евангельские притчи. Для меня, замечает апостол Павел, очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я сам же не сужу о себе. Итак, здесь мы сталкиваемся с тем, что действительно в Каринской церкви, оказывается, были люди, которые судили апостола Павла и давали какие-то ему оценки, и, возможно, в том числе и по сравнению с теми, кто пришел в Каринф после него. И апостол Павел говорит о том, что эти оценки для него не играют какой-то роли, то есть как бы не задевают его самого. По-видимому, эти оценки не всегда, возможно, были высоки, не всегда были в его пользу. Мы уже говорили с вами о том, что апостол Павел проигрывал в красноречии Аполлосу. И, тем не менее, апостол Павел говорит о том, что, собственно, такого рода сравнение его мало волнует. Почему? Он говорит о том, что я не знаю за собой ничего, но не оправдываюсь. То есть он к себе не может предъявить никаких претензий, но, собственно говоря, для него это не играет никакой роли, он не пытается тем самым себя защитить. «Судья же мне Господь, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». То есть судить, и мы должны об этом всегда помнить, должен только Бог. Оценка человеческая, она всегда бывает превратна, а значит неверна. Люди оценивают со своих собственных позиций, своих представлений от того, как оно должно быть, кто лучше, кто хуже и так далее. Но на самом-то деле апостол Павел говорит о том, что есть еще одна составляющая человеческой деятельности, которая не может быть видна людям. Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. То есть есть некая внутренняя составляющая человека, которая совершенно для других может быть и не видна, и не очевидна. Но Богу известно все, и он все это будет принимать в расчет. Человек в целом, не только внешне, но и внутренне, будет подлежать его оценке и суду. И поэтому апостол Павел говорит о том, что именно это, оно и подводит к тому, что человек должен искать похвалы не от людей, должен не думать о том, какое он произвел на них впечатление, как его оценили, как его посмотрели, какой рейтинг у него. Это не должно его интересовать. Похвала, к которой он должен стремиться, должна исходить только от Бога. И это очень важно, потому что мы тоже должны ставить перед собой этот вопрос, а за что нас может похвалить Бог. «Это, братья, предложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». То есть, опять же, апостол Павел эту ситуацию, как уже было сказано, он, отталкиваясь от себя, от Аполлоса, и, разбирая ее, применяет к ситуации в Каринской церкви, в которой тоже люди, как мы понимаем, вследствие этого надмивались друг против друга, сравнили себя друг с другом, противопоставляли себя друг другу. И он говорит о том, что этого не должно быть, ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. То есть, другими словами, все эти дары, которые имели некоторые из коринфских христиан, действительно, коринфская церковь, как мы помним, вначале была обогрещена различными духовными дарованиями, они получили от Бога, а хвалились этим так, как будто это была их собственность, как будто эти дары принадлежали изначально им самим. Но вот еще буквально недавно, может быть, месяц или какой-то там год, да, чуть больше, два года назад, ничего этого ни у кого из них не было, они ничем подобным еще не обладали. И получив эти духовные дары, они стали им превозноситься. И на самом-то деле эта тема, которую апостол Павел еще подробно перейдет, она еще будет предметом его рассмотрения дальше, 12, 13, 14 главы, и этот подробный разговор нас с вами ждет впереди. Но сейчас отметим, что, конечно, здесь существовал этот момент, момент некого опережения. Действительно, Богу совершенно нетрудно дать какой-то духовный дар человеку. Ему это несложно. Бог, как бы он, независлив, да, он не пытается что-то удержать у себя, но он всегда соизмеряет, готов ли человек этот дар получить. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что если человек, например, получит дар прозорливости, мы и так без конца всех осуждаем, а если мы еще будем знать тайны человеческих сердец, то мы точно погибнем. Или если мы вдруг начинаем совершать чудеса, да мы вознесемся до неба, да, и этот возможность, этот дар, он окажется нам не во спасение, а наоборот он приведет к нашей гибели. И поэтому святые – это люди, которым готов Господь дал какие-то дары, потому что они способны их удержать. Эти дары, они не вызывают в них ни тщеславия, ни ощущения своего какого-то духовного превосходства, ни превалирования над окружающими, они смиренны. И поэтому готовы понести эти дары. И, конечно, в Каринской церкви, потому что церковь-то еще начиналась только, только она делала свои первые шаги, она вот только-только стала распространяться в Европе, и, понятно, такой подготовки быть не могло. Но в тот момент очень важно было убедить вчерашних язычников, что действительно они обратились к Богу, что отказавшись от своей прошлой жизни, они действительно выбрали для себя не просто новую, но правильную сторону. И поэтому Бог им давал. Но, как мы помним, эти дары, они иногда вызывали неизбежные проблемы, проблемы, о которых мы сказали, соотносимости духовной подготовленности или неподготовленности к этим дарам и тому, что они получали. Апостол говорит, что это изобилие даров, оно привело, по сути, к самодостаточности Каринской церкви. Как это ни парадоксально. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы уже царствовать стали без нас. Если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать, ибо, я думаю, что мы были последними посланниками, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Каринфяне считали, что они уже всего достигли, что они все получили и всего не умеют. И уже, собственно говоря, не нуждаются даже ни в ком, ни в чем руководстве. Ни Павел им не нужен, никто бы то ни был и еще. И еще вот это ощущение такой своей какой-то самодостаточности, эта самоуверенность, она на самом-то деле, как мы дальше узнаем, приводила к весьма печальным результатам. Но пока лишь апостол Павел хочет противопоставить себя вот этой самоуверенности, этой иллюзорности на самом-то деле в жизни Каринфской церкви, потому что сам он рассматривает себя как приговоренного к смерти. Возможно, что это указание связано с реальной ситуацией, и такое положение, такое утверждение, оно доминирует в современной билетской науке. В Эфесе апостол Павел оказался действительно приговоренным к смерти, то есть он должен был умереть на арене гладиаторских боев, но счастливый случай избавил его от этого, об этой ситуации он пишет и в начале второго послания, Каринфин, что он себя уже, по сути, приговорил к смерти, согласился с ней, но вот молитва за него других церквей избавила от этого, от практически уже неминуемой опасности. И вот апостол Павел действительно говорит о том, что он стал бы как бы позорищем для мира, для ангелов и человеков. Указание на ангелов не должно нас смущать. Мы с вами говорили об особенности ангелологии апостола Павла и о том, что ангелы рассматриваются апостолом Павлом, как правило, как некие противостоящие Богу. Мы безумны или юродивы в славянском христораде, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим год и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Конечно, эти слова не просто нужно читать, нужно как бы их пересматривать так, чтобы они прозвучали, как, наверное, каждая нота в партитуре в нашем сердце, потому что здесь апостол Павел отражает свой образ жизни. Скитание, нищету, голод, побои, немощи, голод, жажду, необходимость зарабатывать себе ножи своими руками. Эту жизнь, в которой, собственно говоря, апостол Павел не достиг никаких привилегий, никаких преимуществ, он противопоставляет этому мнимому воцарению некоторых искалинских христиан. И дальше он продолжает, потому что он говорит не только о этом внешнем, не только об этой составляющей его жизни, которая видна, но и о том, как он воспринимает это внутренне. Злословит нас, мы благословляем. Многие ли из нас готовы на это? Гонят, мы терпим. Проблемы с терпением нам тоже хорошо известны. Хурят нас, мы молим. Готовы ли мы молиться за своих обидчиков? Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираем и до ныне. То есть апостол Павел согласился быть в этом мире ничем, чем какой-то совершенно ничего не значащей величиной. Почему? Зачем он себя обрек на это? Почему согласился? А вот именно ради Христа. Он говорит о том, что крест Христов для него не просто какая-то теоретическая величина, не то, о чем лишь говорит. Он как бы как тень, да, ложится на всю его жизнь, на каждый день, на каждое мгновение его существования. Не к постыжению вашему пишусь я, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотел вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. И вот здесь все-таки апостол Павел, несмотря на то, что он говорит, что действительно во Христе все равны, и разговора о каких-то преимуществах быть не может. Он напоминает коринфянам, что все-таки его значение для коринфской церкви является уникальным. Он как бы иронизирует. Пусть даже у вас будут тысячи различных наставников, но отец один. Он является основателем коринфской церкви. И поэтому его положение к ним все равно всегда будет уникальным. В этом, как ни крути, его первенство. В этом его все-таки превосходство. Посему, как бы, с этого уже, с этой ситуацией он говорит, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Вот эту фразу мы неоднократно встретим с вами в первом послании к коринфянам. И она, на самом деле, очень важна. Мы уже не раз говорили о чем-то похожем. Действительно, апостол Павел все время себя дает в пример. Нет книг, нет еще сформировавшейся традиции, нет, собственно говоря, даже истории. Но сам Павел может привести себя в пример другим. И это тоже очень важно. Кому мы можем себя привести в пример? Являемся мы для других примером? А если являемся, то каким? Каким положительным или отрицательным? Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного Господи Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые из вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, испытая не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Что вы хотите, жезлом прийти к вам или с любовью и духом к ротости? Здесь апостол Павел, во-первых, говорит о том, что Тимофей в скором времени должен посетить Каринф, с вами, может быть, инспекции, и каким-то образом должен наладить дела Каринфской церкви. И он говорит о том, что на самом-то деле, даже если в Каринфской церкви появились какие-то красноречивые проповедники, превосходство слова на самом-то деле является еще не фактором их действительного превосходства, потому что принадлежность к Богу она определяется не словами, а образом жизни и, как говорит апостол Павел, силой, такими духовными возможностями, в том числе и совершаясь в чудесах и в других дарах, которыми, несомненно, в большей степени, чем кто бы то ни было, обладал сам апостол Павел. И поэтому он не хотел бы себя ни с кем сравнивать, он не хотел бы на самом-то деле никому себя противопоставлять, но в то же время он на самом-то деле предлагает просто задуматься своим адресатом, потому что действительно очень часто возникает эта иллюзия, да, человек говорит, ну, я больше, я больше читал, я больше знаю, я больше что-то видел, вот, но на самом-то деле это превосходство, оно, по сути своей, никак не затрагивает внутреннее состояние человека и больше, скорее, указывает на его гордыню, на самообольщение относительно себя, а принадлежность к Богу это нечто совсем другое, можно сказать, прямо противоположное. Действительно ли в человеке совершается сила Божия? Действительно ли он является носителем Святого Духа Божия? Вот, или он просто обольщается относительно самого себя? И вот как бы об этом апостол Павел здесь тоже напоминает для того, чтобы люди, которые возомнили о себе много, которые считают, что они уже обладают какими-то уникальными дарами, которые ставят их на особое положение, на самом-то и деле должны загнуть внутрь себя и понять, что Царствие Божие не в словах, а в силе. И предупреждает он о том, что дело в том, что римские чиновники, они обычно находились таким жезлом, знаком власти, и этот знак власти давал им возможность в том числе не только управлять, но и каким-то образом осуществлять свою власть, судить, наказывать. Вот апостол Павел, он не хочет выступать судьей Коринфской церкви, ведь он является ее отцом. Но в то же время он прекрасно понимает, что какой-то конфликт, он, возможно, будет в этой ситуации неизбежен. Ему придется кого-то осудить, кого-то вразумить, кого-то наставить, предупредить от того, о чем мы с вами говорили, до ощущения своего какого-то превосходства, о том, что люди пытаются занять первенствующее место в церкви, но на самом-то деле внутренне они к этому еще совершенно не предназначены и не готовы. И вот для того, чтобы избежать этого возможного противостояния, этого обнаружения своей власти и силы, апостол Павел и просит о том, чтобы он, когда придет к ним, жил у них только и общался с ними только лишь с любовью и духом к ротости. Продолжение следует...